В общем, хозяйка нам не отдала и согласятся на все, но и очередная история вот этих разочарований по-бразильски это то, что Матеуш Вариза и вот этот весь как бы разговор про перспективные перспективы на самом деле уже нахмурил мои брови. Не понравился, как он себя ведет, как он общается. Этот вообще чувак англичанин и буду судиться, короче. Русский и англичанин проверят судебную систему здесь, в Бразилии. Будет интересно, но... Это новая серия блога Дубас Босса, а это значит крутите жирный джоинт, ставьте лайк авансом и начинаем смотреть новую серию. В этой серии опять будет рэп, опять будут прикольные истории, видеотворчество и, конечно же, мои новости. Погнали! Субтитры сделал DimaTorzok Из последних новостей, в общем, хозяйка нам не отдала аванс. Как я и говорил по договору, у нас были потери, мы теряли эти деньги, но она, я ей сказал, что мы в тяжелой ситуации и она обещала вернуть, но она не вернула. Поэтому я особо не удивлен, но это тоже такой, ну, так скажем, повод позадуматься, что вообще значат слова и договоренности с бразильцами. Как мне кажется, они просто вообще не умеют отказывать и согласятся на все, но ничего не выполнят. Вот так вот все просто тут. Поэтому будут еще подобные всякие истории разочарований по-бразильски. Вот. И очередная история вот этих разочарований по-бразильски это то, что Матеуш Вариза, исполнитель, которого я говорил, что снимал за деньги, что ему подготовил рилсы, за которые мы договорились. Он сам, у меня было объявление в статусах сейчас по инстаграме, что снимаю по формуле, сколько захотел, столько заплатил. И он мне сам написал, это как? Я говорю, вот я тебе все сниму, отдам и сколько ты посчитаешь нужным, столько заплатишь. Окей, окей. Все, я когда его снял, он там супер, 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 у меня скоро будет день рождения, я тебя приглашу как видеооператора. Я познакомил с женой, он говорит, ты фотограф, да, он посмотрел на ее фотки, такой, все, ты у меня на дне рождения как фотограф. И потом что-то мы общаемся, и он такой, один раз надо поговорить, типа, а мы как раз были на баре Дайте Жуки, он живет на баре Дайте Жуки, и встретились там. И все, он там давай вот завел этот разговор про перспективные перспективы, а я ему уже как бы отснял концерт. И вот этот весь, как бы, разговор про перспективные перспективы на самом деле уже нахмурил мои брови. Вот. И потом, короче, когда по итогу, вот недавно был у него, был день рождения, он нам прислал вот этот флайер приглашения, и больше ничего как бы не написал. Я ему пишу, ты нас приглашаешь как, ну, на работу или отдыхать? Тот ничего не ответил. И мы съездили с женой, просто отдохнули там, ну, просто, так скажем, поздоровались, я подарил ему книгу, посидели, послушали музыку, уехали домой, потому что он, бар Дайте Жука, очень далеко, час туда, час обратно. У нас осталась няня с Кирой, по сути, у нас было всего два часа. И, получается, ни на какую коммерческую съемку мы к нему не поехали, хотя он там обещал по полторы тысячи реалов за видео и за фото, как бы, Катюше и мне. И, получается, все его обещания уже не разобещались. Я его начал, ну, как бы, спросил напрямую, вот, тролливали, мы работали по такой-то формуле, заплати. И тот начал говорить, что они с концерта ничего не получили. И, короче, стал опять давать заднюю. И опять это, вот, бразильское ебучее расстройство, расстройство по-бразильски. Какие бы ни были хорошие люди, бразильцы, в плане, ну, людей, в плане доброты какой-то, я всем всегда говорю, что главное, главное богатство Бразилии – это люди. Здесь люди реально просто лучше. По крайней мере, из всех, кого я видел. По отношению, по доброте, по вайбу, это не передать. Реально, народ крутой. Но вот какие-то дела в очередной раз убеждаюсь, что очень тяжело. И сейчас расскажу вам тоже историю про наши новые приколы в новом месте, где мы сейчас живем. Это тоже полная жопа. Продолжение следует... Итак, что по нашему домику. В общем, как только мы заехали, вернее, как я заехал, я квартиру арендовал до того, как Картюша вернулась, чтобы было время на переезд, подключить интернет и так далее. Здесь всего одна оптика – это Клара. Клара, я когда первый раз пришел, сказали со старым, кто арендовал, заключен договор. Так как вот эта бумажка потом, она везде здесь и в полиции, и в федералы, и везде вот этот выставленный счет канает, как твоя прописка, поэтому они несут ответственность и не могут на один адрес, чтобы было два разных человека. То есть, а та не закончила контракт. Я звоню собственнику, пишу в WhatsApp, у нас вся переписка в WhatsApp с собственником. Пишу ему на WhatsApp, он скидывает мне номер, пиши ей. Я ей пишу, она говорит, окей, у меня договор заключен на маму, я ей передам на маму, потому что она пенсионерка, пенсионерам дешевле. Проходит 2-3 дня, я прихожу в Клара, они смотрят, это все по 2-3 часа в Клара. Они смотрят, а типа, да, до сих пор договор активный. Я пишу ей, в чем дело, я же типа просил быстрее. Да, так, а вот, это мама, я ее попросила, ничего не могу сделать. Я ей написал, а можно как-то ускорить? И смотрю, у нее там иконка поменялась, она заблокированная меня добавила. То есть, я ее перенапрек, просто вообще ничего не хамил, просто как бы спросил, второй раз уточнил, можно ли что-то сделать. Все, и потом этот хозяин мне сам пишет, да, ему, видимо, стало жаловаться, что я тут ее перенапрек. Мне этот сам хозяин пишет, я уже сомневаюсь, что типа, нужным ли я людям вообще тут стал. Если хочешь, как бы, а мы договорились, у нас договор на полгода. Он говорит, если хочешь, съезжай через, типа, через 3 месяца. Я говорю, могу хоть сейчас вообще съехать. Он говорит, сейчас съедешь, потеряешь вот те бабки, что ты мне дал, как бы, за первый, за последний месяц. А через 3 месяца все, как бы, ну, сохранишь. Окей, давай, это было 27 или 29 июля, а заехал я 15. Получается, ну, через там 10 дней, как я только заехал, состоялся у нас этот разговор, где он сам в WhatsApp написал, что все, съезжаешь через 3 месяца. И я подтвердил. В договоре у нас написано, что WhatsApp это официальный способ общения между двумя сторонами по договору. Я прихожу опять в Клара, задаю вопрос, что можно сделать. В Клара говорят, что либо вот этот человек, с кем заключен договор, либо собственник это может порешать. К нам прийти, написать заявление. Тот собственник больше не живет. Сейчас живет этот собственник, как хозяин дома. Тот, естественно, я никуда не пойду, подключай Старлинк. Старлинк тут стоит 2 600 самооборудования и там 200 реала в месяц. Я говорю, я не могу, мне надо вот это. Он говорит, все, и он что, как бы написал в нашей переписке? Ты, типа, наверное, не понимаешь, как тут законы работают. Я тут тебе такого ничего не обязан. Вот так вот он мне ответил. Начал со мной вот так общаться. Субтитры сделал DimaTorzok И я, короче, додолбил этих Клара. Я туда ходил еще раз 7. И в итоге там вот Данила, вот эта управляющая, той бабушке, на которую заключен договор. И говорит, давайте, будто вы мне позвонили и от вашего лица заполним сейчас заявление по телефону. Все она порешала. Потом говорит, приходи еще там через 4 дня. И когда я пришел, и та при мне перепроверила на компьютере, и там висела статус, что квартира, типа, свободна, договоров заключенных нет. Там такой был визг на весь Клара. Просто вааа. Там реально мне хотели помочь. И в итоге я сам распетлял эту ситуацию. Пришел туда, говорю, раз 7. Это все было по 2-3 часа. Даже когда Катя приехала, мы уже ходили с двумя детьми в этот Клара. И в итоге вот наступает сейчас первый платеж по электричеству. Тот присылает счет, где у меня в договоре написано, что я за все заплатил. У меня 2 600, из которых там 1700 это аренда. Там 460 это кондоминимум. Столько ты ИПТУ. Столько ты налог. Итого вот 2 600 в месяц. Плюс, что с гараж, итого 2 600 в месяц. И написано в договоре, татра-та-та-та-та, только суло электричество за твое электричество. И тот присылает мне счет, где там 270 в мое электричество и 300 с чем-то. Это вот общее электричество, типа, электричество бассейн, какая-то помпа, насос, наружное освещение, дверь гаража. За это электричество и поделено. Я ему пишу, как вообще это высчитывается, и у меня этого в договоре нет. Я говорю, покажите мне пункт договора, где это написано. И тот по итогу, все платят, и ты мне будешь платить. Я говорю, я ничего не буду платить. Я вот ему перевел копейка в копейку, как по его счету, что он указал за мое электричество. Там все правильно написано, столько-то киловатт было, столько-то стало. Похоже на правду. А там просто тоже какая-то сумма из ниоткуда. Он говорит, это высчитывается по сложной формуле, там трали-вали. Вот я вот с ним вот на эту тему залупился. И тут 14 число, и тот пишет, если как бы не будешь платить, я перекрою воду. 14 числа. И тут, короче, просыпаюсь от 14 числа, у меня не работает комфорта. Я думаю, вот там этот у себя в щитке поделал, ничего не работает. И я подумал, это он где-то в другом месте тоже какое-нибудь электричество на комфорту там отрубил. Я давай писать сначала управляющему по дому, кто тут главный по дому. Потом пишу хозяину. Он такой, вот трали-вали. Ну, он говорит, типа, значит, сломалось такое, бывает, заменю, когда ты оплатишь. Я говорю, я ничего не буду оплачивать. Опять завелся вот этот разговор тот же самый. И тот такой говорит, что, ну и сейчас ты мне должен заплатить за месяц вперед. А у меня, как бы, вот тот аванс, что я давал, у меня прямо в договоре написано, используется как последний месяц жилья. Мы с ним все договорились. Он сам написал про три месяца. И я говорю, так я тебе ничего не должен платить. А вот тот аванс сейчас живу. Он такой, нет, ты мне заплати. Как ты съедешь, я проверяю, что все у тебя нормально. И в течение 44 часов перевожу тебе. Я говорю, где это написано в договоре? И тот, как бы, опять, как бы, все так делают. И будешь делать ты. И опять, вот, короче, на каком-то, на ровном месте. Тупняк. Вот он все угрожает перекрытием воды, пока не перекрыл. Приходил тут сегодня этот, как бы, управляющий по дому. Я ему вот это все показал. В договоре все показал. Тот такой говорит, ну, ты прав. Я говорю, с тем буду сейчас общаться в суде. И, походу, у меня будет здесь судебное дело. На самом деле, очень мне не понравилось с ним общение. Очень не понравилось, как он себя ведет, как он общается. Этот вообще чувак англичанин. У него присылал мне все документы английские. Я владею просто этим домом. Где-то тут живет тоже рядом. Просто весь этот особняк, тут квартир 20. Он все это переделал. И вот сдает в аренду. И буду судиться, короче. Русский и англичанин проверит судебную систему здесь, в Бразилии. Будет интересно. Но, короче, мы уже ищем новое жилье. Опять нырнули в эту яму поиска квартир. Если честно, в шоке. Буду показывать все, как есть. Спасибо, что остаетесь на связи. Такие последние новости. Также вот была репетиция прямого эфира у меня. Можете посмотреть, как это было. Так, приехал. Ключ отдал дяденьке. Машину просто так бросил. Блин, как же тяжело тут с парковкой. Всегда стараюсь что-то найти по бесплатке. Но не всегда получается. И сейчас, когда уже опаздываешь, тут не до выбора. Парковка обычно стоит 20 риалов. Вот у таких всяких чупи-чупиков, чупикеосов. Центр, конечно, просто нереальный в Рио. Просто нереальный. Чувствую себя здесь по-нью-йорски. Так, сейчас надо глянуть на карту. Точно ли иду туда, куда надо. А вот, по-моему, по-моему, Катя. Мы туда. К любой надо подходить. Ничего. Ничего. Нормальное место. Да. Круто. Тебе дали кот? Мне дали штрихот на бумажке. Здесь в тот день все покупали? Не, ну ты видимо тут официально зарегистрирован, а я как твой приглашенный гость. Тут видимо можно гостей приглашать. Да, в США сам все. Я просто откуда вообще про это место узнал? У меня ижевский парень есть, он там бизнесмен крупный. Есть вообще здесь абонемент, это какой-то то ли сингапурский чувак, то ли чё. Короче по всему миру во всех крупных городах есть WeWork. И есть абонемент, где ты можешь ходить вообще везде. И он постоянно, я у него смотрю, он там типа сегодня в Хриссабоне в таком же WeWork. Потом в Нью-Йорке, потом в Москве. И все, и работает прямо это. Классно, всегда есть офис, считай. Ну да, классно. Как будто прикольно тут можно тоже дома не поработать просто вообще с детьми. Какая белиза. Я заказала свет, кодекс такой квадратик, ну большой, должен прийти. Если что могу еще надевать лампу кольцевую. И я сейчас тоже с собой свет взял, про тесте. Ну я, конечно, много не даю. Как бы больше кинем. Вдруг тоже. Будет, короче. Я только пауэрбанк забыл, у тебя есть с собой клава? Там у меня от USB эти работают штучки. Он как-будто пятиэтажный, да? Или четырех, что-то там. Да, да, да. Тут еще второй этаж, я так понимаю, это все третий этаж. Бой, третий, четвертый. Нас сейчас вниз повезут. Тут как-будто можно и вот что-то налить себе, да? Да, да, да. Там вообще вкусняшки. Ой. Вкусняшки-то мы хотим. Да, должно быть. Там, типа, терраса. О, блин. Походу, я работать тут буду. Походу... Походу, это мой офис. И в целом, рядом с домом. Агонемент купил. Рядом с домом, да. Если тебе сейчас тут работать. Блин, надо купить ноутбук. У меня мак-станция, не ноутбук. Так бы, на самом деле, давно уже где-то я бы работал. Блин, здесь такая дорогая техника. Что-то как б***ц. Вот этот вот годокс, он просто стоит восемь. Вот наш зал по цифрке Б. Слушай, ну, вроде ничего. Ну, парень управляющего, не до Невах. Ну, я не знаю. Нет, так вот даже в ту сторону, мне кажется, интереснее. Там сесть? Ну, давай сейчас по-разному посмотрим. Да. Но Светка будто вот тут вот лучше падает, конечно, где парень. Да. Сейчас давай посмотрим по-разному. И так, как-то вот так все получается. Свет. Катя. Рамилья. Чпоинкс. Чпоинкс. Да, мне тоже больше в ту сторону нравится. Так, попробовали сейчас в другую сторону снять. Переставили камень. Переставили свет. И как-то белая стена не очень. Конечно, пальмы, как на советской кухне. Но лучше, чем просто белая стена. Ха-ха-ха. Только еще. Ха-ха-ха. Берем на запуск и делаем уже. Пальмаха. Зато вид. Ой, да, вид классный. Пальмаха. Напоминаю, что собираем денежки на покупку нового Mac Mini 2, чтобы все делалось гораздо быстрее. Появятся реквизиты, появятся красавчики, что уже оставили денежки. Не забывайте лайкать, комментировать и подписываться на канал. Ютубу это очень нравится. И не забывайте поделиться, ребята. Как вы помните, поделиться это самая главная ваша помощь. Скоро вы можете оказать для канала. Спасибо, что остаетесь со мной. Буду стараться делать выпуски чаще. Валее. 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 Ха-ха.